Альяна. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вечером мы будем говорить о кино России. И будут участвовать в нашей конференции Нина Спутницкая, доцент, историк искусства Государственного института кинематографии, научный сотрудник. И она будет считаться докладом «Советский пиноккио». А еще будет Максим Казючиц, доцент, историк искусства, он тоже Государственного института кинематографии. И будет считаться докладом «Антарктида, далекая страна». А еще Артур Кураж, кандидат культи-историк кино и будет считаться докладом «Появление и развитие имого кино в России». А еще наша подруга Влада Новикова, председент культурного общества «Адреналино культурале» города Милану. Ася Кучубова, тоже представитель этого культурного общества «Адреналино культурале» в Няполе. И журналист «Де Капли Ньюз». Несколько слов о нашем обществе, о нашей ассоциации имени Максима Горького. Наше общество было создано, это для наших русских друзей и гостей, было создано в 1946 году. И называют как отделение, неаполитанское отделение общества дружбы и культуры Италия-СССР. Это было до распада Советского Союза, а после этих событий изменило название, и сейчас называется общество «Адреналино культуры» имени Максима Горького в Няполе. И еще, как раньше, мы организуем выставки, конференции, концерты. И у нас есть большая библиотека, больше пяти тысяч книг и журналов. Большинство из них на русском языке и на украинском языке, и на других языках бывших республик Советского Союза. А еще мы организовали и организуем просмотры фильмов. Вот я помню, как просмотры Кладовкина, Шигавертова, а еще и Дмитрия Тарковского, и еще последние фильмы Германа, Миколкова. Я хочу помнить, что когда шли фестивали итальянского кино в Москве, в России, были участвовали София Лори Леню неделю назад, умерла. Ей было 95 лет. А еще мы сохраняем вот все фотографии этих событий. Когда вот Джина Лорбиджида целовала Юлия Гагарина. Еще у нас есть такая большая фотография. И как наши режиссеры, как Феллини, Коменчини посещали Россию, всегда в Италии любили советское и русское кино. И поэтому мы сегодня будем очень рады, если по этой теме, по теме кино в России, вот эти неизвестные страницы вот этого кино. И надеемся, что потом мы и другие смогли, вот благодаря записи, благодаря еще раз Владе, которая разрешила нам организацию, организацию вот этой встречи. И вам всем большое спасибо за участие. И мы с большим интересом будем слушать ваши доклады по этому поводу. Спасибо вам большое. Спасибо, Владе. Спасибо, Асия. Спасибо всем вам. Все. Спасибо большое, дорогой друг Луиджи. И от имени нашей ассоциации «Адреналина культураль» я тоже хотела бы сказать буквально два слова. Мы находимся в другой части Италии. Мы находимся в Милане и в Мунце. И мы уже проводили совместные мероприятия с ассоциацией «Максим Горький» и онлайн в том числе. То есть у нас это уже традиционные, можно сказать, конференции. И мы тоже занимаемся продвижением культуры. Мы участвовали дважды уже, как минимум, в организации фестиваля кино. Изначально фестиваль назывался «Фестиваль русского кино в Италии», но с этого года это международный фестиваль, в котором в основном участвуют, скажем так, бывшие страны Советского Союза, но и те, которые находятся рядом. И в этом году участвовало много фильмов из Казахстана. Был фильм из Киргизии, из Узбекистана. Ну, в общем-то, большая очень география. Даже из Тайваня был один фильм. И победил фильм Али Хамраева. Кто знаком с историей кино, наверняка знает этого режиссера. Я была счастлива, что именно его фильм «Аромат дыни» занял первое место. Но также были документальные фильмы тоже. Я была в составе жюри этого конкурса. Ну и также проводили мы от имени нашей ассоциации отдельно здесь, в Монце, где я сейчас нахожусь, как бы филиал Миланского фестиваля. Показывали фильмы, открывали этот фестиваль показами фильмов. И из фильмов российских был фильм «Мама». Потом был фильм «Молоко», который очень всем понравился. Такой необычный фильм, который запоминается. Был фильм маленький, короткометражка «Солдаут». А в прошлом году мы делали очень интересный концерт тоже здесь у нас в Монце. Мы рассказывали о том, как рождались фильмы, русские, советские фильмы. И публике итальянской давали перевод текстов, песен из фильмов. И также исполняли. Один молодой человек с прекрасным голосом исполнял песни самые знаменитые из самых известных фильмов, такие как «Земля Санникова». Но было очень интересно, потому что нам можно было прослушать и музыкальное исполнение, и текст в оригинале, и также текст в переводе. Это мероприятие имело большой успех. Поэтому мы каким-то образом тоже относимся к кино, к киноискусству. Мы занимаемся разными направлениями, в том числе организацией концертов, спектаклей и так далее и тому подобное. Это вкратце. Теперь я передаю слово нашему представителю в Неаполе и журналисту, и главному редактору издательства «The Copper Times» Анастасии Кучумовой. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Влада. Добрый вечер, Луиджи. Большое спасибо, что мне тоже выделили время, чтобы сказать пару слов о нашем сотрудничестве. Действительно, кино, наверное, является важнейшим искусством. Уже Владимир Евгеньевич Ленин об этом говорил, но это он, видимо, кого-то процитировал. Потому что без кино в настоящее время жизнь современного человека невозможна. И я хочу сказать, что наш журнал «The Copper Times» тоже часто публикует статьи о кинофестивалях. Мы публикуем также интервью с режиссерами, с артистами. Например, первое интервью, которое в моем журнале было опубликовано, это интервью с актером Альберто Тестоне, который сыграл главную роль в фильме Андрея Кончаловского «Грех». Вот Андрей Кончаловский снимал этот фильм в Италии. И, кстати, фильм был представлен на Каприйском кинофестивале «Капри Голливуд». Я думаю, что многие забывают, не заслуженно о том, что на острове Капри каждый год проходит международный кинофестиваль «Капри Голливуд». Фестиваль проходит в конце декабря, начале января. Вот обычно на такие рождественские праздники. Так что имейте в виду, что подать заявку на участие на будущий год тоже, в принципе, было бы неплохо. И побывать на Капри и представить вот эти наши российские фильмы. Я не буду занимать много времени, потому что нас ждут очень интересные выступления гостей приглашенных. Хочу только сказать, что в Неаполе в прошлом году тоже был кинофестиваль. Точнее, уже в позапрошлом году был фестиваль, посвященный российской культуре. Но, опять же, культурой было именно кино. К нам приезжал Карен Георгиевич Шахназаров. Были представлены его первые фильмы. Ну, не совсем первые, но вот такой фильм, как «Курьер» был продемонстрирован. Я с большим удовольствием и интересом пересмотрела этот фильм. Затем были показаны его фильмы «Анна Каренина». То есть в неаполитанских кинотеатрах шли эти фильмы. Ну, и хочу сказать, что, конечно, очень приятно встречать в Италии наших соотечественников, особенно режиссеров. И хотелось бы, чтобы подобные мероприятия проходили почаще. И вот хотя бы даже в таком формате виртуально мы встретились. И я считаю, что это большое событие. И надо будет обязательно осветить это событие. И я думаю, что я могу передать и с радостью даже передам голос нашим гостям. Гостям этой киноконференции. Я прошу прощения. Выключился микрофон, Ася. У тебя выключился микрофон. Пока ты подключаешь, я скажу только одно добавление. Непростительно, с моей точки зрения, было не сказать название кинофестиваля, который проходит уже шесть лет подряд в Милане. Мы не являемся организаторами, мы только соорганизаторы. Фестиваль называется «Премия Феликс». Поэтому в следующем году мы тоже от имени «Премия Феликс» и хозяйки фестиваля «Ульяна» приглашаем вас принимать участие в этом фестивале. Спасибо. Большое спасибо. На самом деле, мне уже не остается ничего другого, как передать слово следующему участнику нашей киноконференции. Я сама жду, не дождусь этого выступления. Ну и мы передаем слово Антонио Марино, пожалуйста. Слично, да? Окей. Да, я хотел сказать большое спасибо всем за то, что была организована такая встреча онлайн, как для студентов русского языка. Кино – это очень важный момент для изучения русского языка. Поэтому в Ассоциации Горького студенты смотрят русские советские фильмы, потому что это важный момент. Я хотел еще сказать нашим друзьям, которые сейчас в Москве и в Налчике, что я передал моим друзьям и знакомым, которые любят кино. Поэтому темы ваших докладов – это очень интересные для них. Но, как вы понимаете, довольно сложно переводить нашу конференцию, но темы ваших докладов вызвали большой интерес. Потому что мои друзья говорят, что советское кино, русское кино, особенно то, что снято во времена Советского Союза, многие итальянцы не смотрели. Кроме определенных режиссеров и определенных фильмов. Поэтому есть такая черная лирка. Многие итальянцы не знают, например, «Пиноккио», даже «Тарковский». И вот это не мое кино. Поэтому я думаю, что это важно – организоваться эти встречи, потому что так мы можем передать русскую культуру кино в Италии, наоборот. Поэтому я вкратце хотел еще раз сказать спасибо. И первый доклад Нина Спутницкая. Я прошу вас не ждем с нетерпением и с огромным интересом вашего доклада. Спасибо. Большое спасибо, коллеги, за возможность выступить. И мой доклад будет посвящен советскому «Пиноккио», «Буратино». И через историю о его создании я бы хотела дотронуть такую мало изученную, даже в России мало изученную тема, новаторство мастеров детского кино из СССР. И материал, который я хочу сегодня представить, он, в общем-то, новый не только, я думаю, для слушателей в Италии, но и для российского слушателя, потому что долгое время как-то в забвении находился этот режиссер, и многие вещи были мною обнаружены в архивах буквально в последние 5-6 лет. Речь идет о, если вам будет все меняться, Александре Лукичев-Тушко, замечательный режиссер-сказочник. Я слайдер поменяла, если вдруг будут там какие-то сбои, скажите, пожалуйста. Вот они, по идее, должны не отсюда. На слайде у нас сейчас фотография. Его кратко, буквально небольшая графическая справка о нем. Он родился в Луганске, под Луганском. В 17-м году, в год революции, поступил в Киевский архитектурный институт. Три года там учился, не закончил. Некоторое время работал сельским учителем в школе сельской. И в 20-х годах, в 21-м году, в 23-м, извините, он отправился в Москву. В 23-м по 26-й год, в общем, как раз когда зарождался советский киноавангард, он работал активно в кинетографии, начинает строить кинетографию мультипликационную. И в качестве художника, главным образом, довольно быстро приходит в режиссуру. Одно из ноу-хау как раз советского анимационного кино, которое шло в некоторой степени по следам Владислава Старевича, то есть кукольной кинетографии, было как раз кукольное кино. И Тушко начинает работать с одним из серийных персонажей. Был Братишкин, которого мы сейчас видим на слайде. Там был ряд персонажей, с которыми работали кинетографисты в 20-х годах. Это Нурзилка, Бузилка, различные там Иванушки. В общем, такие герои-трикстеры. И вот среди них был очень популярен Герои-Братишки. Это были серии графической анимации, были серии кукольной анимации. И, в общем-то, вот с этим персонажем Александр Тушко приходит в режиссуру. Были и графические серии вместе с ним, анимационные, сохранившиеся агитфильмы. С этим персонажем, в общем-то, по сей день могут поразить воображение своей выдумкой, непосредственностью и таким изяществом, с которым выполнены куклы. И остроумие, с которым действуют персонажи внутри сюжета. И одним из первых, значит, Тушко становится создателем одной из первых мастерских, обучающих мастерских, он учится других художников в работе в кукольном кино. Все это происходит в Москве на студии «Союзмультфильм». Самой первой победой его стал его первый же полнометражный фильм, который он делает. Новый Уливер, который обретает довольно быстро мировую славу. Главным образом, потому что здесь используются грандиозные массовки. Свыше двух с половиной тысяч кукол он использовал, снимал их покадрово. То есть каждое движение снимал, каждую фазу движения снимал на пленку. То есть это достаточно трудоемкая работа, но в темпе такого стахановского движения, которое тогда активно процветало на кинофабриках, они создают за чуть более года, делала небольшая, немногочисленная группа этот фильм. В общем-то, это был дебютный полнометражный фильм Александра Птушко. И он по сей день поражает воображение зрителя. И поскольку он действительно очень хорошо шел и в зарубежном прокате, и продавался, и обвозился. В общем, Птушко, правда, возложена на него надежда. И поэтому уже на следующий год он открывает отдельное объединение в рамках студии «Союзмультфильм». Это отдельное объединение, в котором собирают свою группу учеников, коллег, и они создают серию уникальных фильмов. Одно из направлений, которым занимается экспериментальная группа анимационных фильмов, это освоение цвета. Да, они, кстати, вот один из известных фильмов, это фильмы 1935 года, где эта группа делала труп. Кроме того, что они снимали анимацию, ставили анимационные фильмы, они еще и делали различные грёбковые съемки других фильмов. В обычных игровых фильмах, фильмах сказок, фильмы сказки снимали, или там, допустим, самолеты, взрывы. Все вот это пользовалось спросом, и этим тоже занималась группа «Ктошка». Прикладная у них была работа и, собственно, экспериментальные фильмы, которые они делали. Освоение цвета в 1937 году началось в этой группе с постановки фильма «Сказка о рыбаке и рыбке». Компромиссация сказки Александра Пушкина сохранилась по сей день эта сказка. Сейчас ее даже в цвете восстановили благодаря работе Николая Майорова, режиссера и оператора. И кадры как раз из этого восстановленного фильма я здесь на слайде предлагаю вашему вниманию. Обратите внимание на рыбку, которая здесь на лестнице, потому что она появится в конце моего выступления в том виде, в каком она существует сейчас. Итак, цвет они осваивали по системе Мершина, была тогда такая трехцветная система. Кино достаточно успешно они это делали, выпустили ряд фильмов очень милых, симпатичных. Не все, но много из этой подборки экспериментальных фильмов сохранилось. И сегодня доступно они транслировались на фестивале. Вот у нас фестиваль «Белые столбы» периодически проходят показы в кинотеатрах Москвы. В общем, есть возможность эти фильмы посмотреть и в том числе на дисках. И оценить мастерство Александра Птушко и его группы, с которым он работал. Сохранились даже куклы, да, вот иногда мы еще можем видеть в экспозициях куклы. Ну, собственно, жена рыбака, которая оказалась ненасытной дамой. И, в общем, здесь вот мы тоже видим на кадре ее облик. Можем оценить тщательность, которой выполнена кукла, и костюм, и реквизит. Дело в том, что работала обычно это небольшая была группа. Фильмы делали действительно довольно быстро. Некоторые куклы, конечно, участвовали в разных фильмах параллельно. Но все это проходило как экспериментальная, главным образом экспериментальная работа. И для изобразительного решения, наработав эту картину, был приглашен Палли Шанин, художник по олегской живописи. Эти расписные шкатулки, эстетика которых повторялась в этом фильме. То есть фильм должен был выглядеть, как вот такая вот шкатулка, рисунок, оживший за шкатулки. Фильмов было, как я сказала, много. В основном это были коронизации басен и сказочных произведений русской литературы. Таким образом, Александр Птушко со своей группой, со своими фильмами замечательно подписывается в это авангардное направление развития советского кино. Его другом был, в частности, Сергей Эйзенштейн. Вообще, сюжет их взаимоотношений, их совместных работ, заслуживает отдельного доклада. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет возможность его сделать. А другим его приятелем, с которым они сотрудничали в том числе, просто имели доброе общение, был Сергей Образцов. Вот здесь он тоже представлен, создатель кукольного театра знаменитого. И братья Никитченко, вот здесь на слайде присутствует кадр из их фильма экспериментального с ожившим. Значит, это танец с яблочком, танец матроса с ожившим моряком, который постепенно деконструирует его тело. Он снимает отдельные части своего тела, пляшет перед зрителем. Все это было сделано с помощью оптических перекладок братьев Никитченко. Тоже экспериментальная работа. И они, в общем, тоже сотрудничали с Птушко довольно активно. Да, вот здесь вот я не упомянула еще один эскиз из архива. Не пояснила, это вот из ранних работ Александра Птушко, в которых он, собственно, демонстрирует свое умение из подручных предметов создать какое-то чудо. То есть, в частности, в этом чертеже он предлагает соорудить человечка из картошки и из яйца. Это пионеры. В общем, и разыгрывает сюжеты. Александр Птушко всячески призывал к участию в кинтографии и различных детских коллективах, чтобы они могли делать какие-то фильмы. То есть, чтобы это не спрывало свои секреты производства и всячески пытался как-то стимулировать творчество других людей. То есть, не было скрытных, в этом плане не справился, а секретные мастерства. Для него известны есть ученики в Чехии. Собственно, анимация тоже потом купленная во многом наследовала тем принципам, которые разгласил и применил в своем творчестве Александр Птушко. Переходя непосредственно к Пиноккио, вот хотелось бы обратить внимание на фильм «Золотой ключик» 1939 года. Сделан он был по сценарию Алексея Толстого. Однако серьезным образом замысел претерпел серьезные трансформации. В середине 30-х к 1939 году кукла Сорванец, которого мы видим в произведении Алексея Толстого, стал нормативным достаточно персонажем. И поэтому очень интересно эту сказку посмотреть с точки зрения соответствия оригиналу. Потому что автор один и тот же, и это позволяет нам делать определенные выводы о том, как стремительно поменялось общество с 1936 по 1939 год и отношение к детству, отношение к ребенку, советской культуре. Это отдельный такой большой пласт. Но мне бы хотелось сосредоточиться, говоря об этом фильме, прежде всего на технической стороне и на том, что нового придумал Птушко, воплощая советского Пиноккио на экране. На данном слайде мы видим жену Сергея Бразцова, актрису кукольного театра Ольгу Шаганову-Образцову, которая исполнила роль Буратино в фильме Александра Птушко. В данном случае мы видим маску, которую она носила, исполняя роль Буратино в этом фильме. И эта роль была единственной ее ролью в кино, в театре она была немного успела сделать, но в кино была единственная роль. Ну и собственно о самом фильме, почему же актриса играла роль, дело в том, что в этом фильме одним из ключевых способов показа кукол были оптические совмещения. То есть в ряде кадров роли кукол исполняли актеры, но они оптически совмещались, то есть кадр был комбинирован, они оптически совмещались с другим человеком, исполняющим роль взрослого человека, на более близком расстоянии к зрителю. На камере, которая располагалась, значит персонаж, играющий человек располагался ближе к камере, а актеры, исполняющие роль Буратино, Пьеро и Мальвины, они располагались на расстоянии от 15 до 30 метров. И вот это совмещение в кадре этих персонажей давало эффект того, что папа Карло разговаривает с маленькими куклами. На самом деле в данном кадре эти роли играли актеры облаченной маски. И вот как раз, как я показывала у Ольги Шагановой, маска Буратино, и был сложный такой деревянный костюм, который Тушко как раз собственноручно изготовил, в том числе и всячески поправлял по ходу съемок. То есть вот это вот для него было крайне важно, с участием в процессе, с участием в создании декораций, грима и так далее. Очень был усердный режиссер. И часть кадров были сняты по кадровой съемкой, то есть действительно настоящими куклами, шарнированными куклами. Примерно 30-35 сантиметров эти куклы были, движения которых снимались по кадрову, классическая кукольная анимация тех лет, в общем, вся так изготавливалась. И вот эти кадры, они комбинировались, и фильм был полнометражным, и фильм действительно до сих пор поражает воображение. Но в свое время он не получил достаточно хорошего проката, его не представили все в определенных и политических, и социальных, и культурных проблемах, которые существовали тогда в мире. Он не был представлен в репертуаре взрослых кинотеатров, не был отправлен на ряд фестивалей. В общем, как-то оказался таким внутренним текстом. Но очень долгие годы, десятилетия радовал советскую публику, советскому зрителю. Профильность действительно многое, что можно сказать. Ну, вот, наверное, еще одну вещь упомяну, это то, какие функции демонстрировал здесь Буратино, Пиноккио советский. То есть он был, в отличие от сказки Толстого, переложения Толстого, он был мальчиком недерзким. Он был, в общем, такой послушный достаточно куклой. И в конце обретал отца в образе летчика-полярника с усами, которые, безусловно, кинографически отсылали от Сталину этот портрет. Ну, вот это тоже такой интересный финал, который, в общем-то, заслуживает отдельного анализа, отдельного упоминания в контексте изучения советской культуры. Кроме того, на фильме работали, это такая небольшая связь с Эйнштейном, через персонажей, в частности, Серафима Бирман занималась, была ассистентом по актерам. И Пера Аташева, супруга Сергея Михайловича Эйнштейна, тоже работала на этой картине ассистентом. То есть это было такое замечательное содружество творческих индивидуальностей людей, этого мира, авангарда еще 20-х годов. Ну, собственно, кое-что из архива Александра Птушко тоже хотел предложить вашему вниманию. Это дружеский шарж его. И то, что сейчас вот недавно диспонировалось в музее кино, это просто золотые рыбки, которые он изготавливал в большом количестве. По образцу вот той рыбки, которая играла роль в мультфильме, экранизации сказки о рыбаке и рыбке. Здесь также присутствует кукольный персонаж, вот одно из басен, которые он ставил. И вообще сам вот он увлекался очень резьбой по дереву, скульптурами по дереву. Кое-какие экспонаты сохранились, по сей день экспонируются. Более подробная информация о фильмах Птушко, изложенной в моей книге «Роу Птушко», которая опубликована в 2018 году была. И, в общем-то, могу вас, наверное, адресовать к ней, если что-то из моего доклада показалось вам интересным. На этом я надеюсь, что я уважилась. Отведена на 20 минут. Благодарю вас за внимание и с удовольствием отвечу на вопросы. Я думаю, что вопросы мы оставим в конец конференции. Кто захочет задать вопрос Нине Спутницкой, запишите себе маленькую пометочку, и потом в конце конференции мы откроем для всех доступ, и можно будет обсудить все доклады. Спасибо. Громадное спасибо, Нина Спутницкая, за то, что вы нам говорили, открыли. Сейчас второй доклад. Максим Козючиц, я с удовольствием послушаю вас. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Видна моя презентация? Скажите, пожалуйста. Да. Спасибо. Дорогие коллеги, мой доклад «Антарктида – далекая страна. Загадка неизвестный сценарий Андрея Тарковского». Он основан на архивной находке, которую сделали мы, Нина Спутницкая и я, год назад, когда готовилась конференция, приуроченная к юбилею Андрея Арсеньевича Тарковского в Афгеке. Мы работали в архиве Российский государственный архив литературы и искусства «Аргали». Раньше он назывался Централный государственный архив литературы и искусства «Цегали». И совершенно случайно, действительно, очень посчастливилось обнаружить сценарий, сценарий, литературный сценарий «Машинопись». Даже заранее покажу литературный лист. «Машинопись» – два варианта. 1966 года. Авторами сценария являются Андрей Михалков-Кончаловский и Андрей Тарковский. Ранее мы все так или иначе знаем, потому что эта информация появлялась и в различных мемуарах, в частности, Марины Арсеньевны Тарковской, и в мемуарах Гордона, в их работах. Напоминалось, что, в частности, в мемуарах Гордона, что Андрей Тарковский и Андрон Кончаловский… Но Андроновым стал позже, потому что так он везде и в документах, в частности, даже на мосфильме «Личных делах сотрудников» он везде фигурировал по паспортным данным, как Андрей Кончаловский. Он вообще был любителем больших псевдонимов, различных имен, об этом чуть позже мистификации. И так или иначе было известно, что существовал некий сценарий, связанный с Антарктидой, который писался. И был написан, но его версия была известна только с 60-го года, то есть, когда они еще были студентами, и Тарковский, и Андрон Кончаловский. Сейчас я попробую ототкрыть файл с небольшой хронологией. Вот хронология написания сценария. Я напомню, что даже до того, как вышел «Каток и скрипка», фильм, который был дипломной работой Андрея Тарковского, соответственно, Тарковский планировал в качестве дипломной работы в Авгике, заканчивая обучение, снимать вот этот фильм, посвященный Антарктиде, причем полный метр. И снимать его планировал он на Ленфильме в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. В силу ряда обстоятельств съемки были отменены. В частности, проект не устроил по каким-то причинам Григория Козинцева, который был мэтром, так сказать, и очень весомой фигурой на Ленфильме. И далее на Мосфильм проект не предлагался, и дальше его история теряется. Так или иначе, в 60-м году, вот то, что обнаружилось в газете «Комсомольская правда», вот здесь как раз указано, в январе 60-го года были опубликованы два небольших отрывка. Обратите внимание, пожалуйста, на авторов. В качестве авторов указан А. Безухов. Это по свиданиям Михалкова-Кончаловского, ну потому что он, опять-таки, существует легенда, ну и полудокументальная информация, что он пробовался на роль Пьера Безухова. Ну поскольку он был, как он говорил сам себе, он был полный молодой человек, если добавить еще очки, то он вполне будет похож на Пьера Безухова. Вот, но его потом стал играть другой актер. Далее сценарий присутствует, как автор, это Андрей Тарковский. И дальше пометка вот такая, при участии Олега Осетинского. Тоже очень любопытная фигура, автор ряда сценариев, например, «За запринительного счастья». Вот эти три автора, три молодых человека. То есть, мы не знаем, в 60-м году, в январе, был ли сценарий уже полным, и они публиковали фрагменты, либо они писали, он уже был на стадии завершения. Соответственно, после этого история сценария теряется, и только в 66-м году у нас появляется литературный вариант, причем с пометкой Мосфильма. Что это означает? Это, естественно, мы понимаем. Если на нем стоит гриф Мосфильма, то этот сценарий был продан. Но при этом он мог быть не запущен в производство. Потому что мы хорошо знаем такую типичную советскую практику производственную, когда, к примеру, сценарий мог быть написан в литературный сценарий, более того, он мог дойти до режиссерского сценария. Но в силу ряда обстоятельств, либо режиссер не устраивал кандидатуру, либо производство могло быть отложено, но сценарист получал, соответственно, оплату, гонорар, а сценарий отправлялся в архив, и потом уже передавался из Мосфильма, соответственно, в Аргалии. И такие, как называли, не пошедшие в производство сценария, их очень много. И, в частности, что грех оттаить, это была достаточно часто в советское время производственная практика, когда сценаристы или режиссеры, которые были одновременно сценаристом, часто мог писать текст, зараза не зная, что он не будет запущен в производство, а гонорар при этом будет получен. Здесь ничего нет такого, потому что часто у того же, например, известного режиссера Герасимова Сергея Аполлинаревича, у него, например, есть известный проект фильма «Пушкин». Большой фильм, большой сценарий имеется в виду, но проект так и не был запущен. Вот, какова история, почему сценарий не был запущен в производство «Антарктида. Далекая страна»? Рассказать довольно сложно. Пока в любом случае мы еще занимаемся разысканиями, но я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем подробнее об этом рассказать в наших дальнейших встречах. Теперь, что касается самого проекта. С появлением сценария был связан скандал, суть которого заключается в следующем. Проект начинал работать Андром Кончаловский вместе с Олегом Осетинским. Далее, на одной из стадий написания текста был присоединен Андрей Тарковский, видимо, внесший довольно внушительный вклад, какой неизвестно. После этого Олег Осетинский подъявлял целый ряд претензий, связанных с тем, что его авторство не принимает своего внимания и так далее. Но в любом случае, как мы видим, уже к 1966 году авторов осталось всего лишь два. Более того, в итоге конфликт настолько сильно разросся, что от сценария вообще в 1960 году пришлось отказаться, и дипломной работой Андрея Тарковского стал каток и стрипка. Незюзки слов по поводу темы Антарктида. Антарктида – далекая страна. Ну, я напомню, что, собственно, конечно, когда молодые люди, которым еще, наверное, 20 с небольшим, наверное, лет, они только-только приступают к кемнопроизводству, если они берут такую сложную тему, как с Антарктидой, причем, если мы понимаем контекст, что Антарктида – 60-й год, это у нас эскалация Холодной войны. Антарктида становится одним из потенциальных объектов всеобщих интересов, прежде всего, Советского Союза и Америки. Поэтому вполне понятно, что эта так называемая политическая повестка здесь присутствует. Поэтому молодые люди, жаждущие признания и славы, конечно же, берутся за самую, что ни на есть, проект, который находится на гребне, как это сказать, культурной волны, в центре, в самой горячей точке различных тенденций, в том числе и политических. Хотя в сценарии, конечно, никакой политики нет. Как известно, я напомню, был подписан договор об Антарктиде, заключен был как раз зимой 59-го года между СССР и странами Запада, в Вашингтоне. Он подразумевал использование территории Антарктиды в мирных целях и ставил целью превратить Южный полюс в зону свободно от ядерного оружия, открытую научным поиском. Если освоение Арктики в 30-х годах связывалось с идеей превосходства СССР и немалые силы были брошены на освоение этих земель, то позже, после войны, интерес к Антарктиде пропадает. Хотя, опять-таки, в советской, если мы вспомним фильмы, которые были связаны так или иначе с Севером, это «Семер смелых» Сергея Герасимова, фильм 1936 года, «Сибиряки», позже очень хорошо известный, Лева Кулешова, 1940 года. Так или иначе, «Перелет через Северное поле» с фильмом Чикаго 1940 года тоже связан с темой Антарктиды. Но, соответственно, так или иначе, только в период Холодной войны тема Антарктиды снова появляется в кинематографе. Из американских фильмов можно назвать и такой проект, как «Полярная станция Зебра», хорошо известный, снятый по технологии «Синерам» это 1964 года, ну и ряд других работ. Какой же сюжет этой картины? Достаточно прост. И вот в этой простоте, поскольку это еще очень молодые люди пишут, у каждого из них, каждому из них еще только предстоит поставить эти знаменитые фильмы, которые стали шедевром мирового киноискусства. И вот эта работа во многом, конечно, ученическая, по крайней мере, это ранняя версия 60-го года. Она интересна прежде всего тем, что здесь, конечно, мы увидим намеки на появление будущих работ этих режиссеров. Сюжет достаточно прост. Итак, первая арктическая экспедиция, советская, которая движется и должна открыть... первая советская экспедиция, они прибывают в Антарктиду, и предварительно на Северном полюсе уже сброшены материалы для строительства станции. И наши герои, приплыв на корабле, высаживаются и начинают двигаться несколько тракторов, так называемый санный поезд, то есть поезд, состоящий из, соответственно, тракторов, которые тянут за собой вагончики, в которых живут люди. И весь этот поезд, он движется по вечной мерзлоте, по льдам, движется вот к этому месту, куда сброшены продукты. Собственно говоря, их движению мешает различные обстоятельства. Снежная буря, трещины во льду огромных, в которые, например, проваливается трактор. В конце концов, они достигают того места на Северном полюсе, где сброшены для них продукты, и они их распаковывают, ставят палатки, наконец-то, и радостно сообщают, что они все-таки основали первую арктическую станцию. Вот вся фабула, весь сюжет этого сценария. Больше там нет ничего. Однако, при кажущейся... Там, конечно же, есть определенные эпизоды. Помимо вот этой... Это основная история, которую я изложил. В качестве участников экспедиции там есть водители трактора, есть метеоролог, есть руководители, ученые, 5-6 человек, небольшая группа людей, которые, конечно же, нам очень хорошо напоминают фильм «Солярис». Вот эта небольшая исследовательская группа, группа исследователей, находящихся постоянно в тесном общении друг с другом, в замкнутом пространстве, которая вынуждает их рассуждать и размышлять о различных вещах, часто не относящихся к науке, а часто размышлять о самих себе. Вот это те вещи, в которых совершенно безошибочно узнается влияние Андрея Тарковского. Поэтому и можно говорить, что несмотря на то, что текст писал и Олег Осетинский, и какую-то роль, конечно, принимал в нем и Андрей Кончаловский, но вот появление подобной драматургической структуры, композиции, оно, конечно, совершенно точно нам говорит, что основную роль в написании этого текста играл Андрей Арсений Тарковский. Итак, какова же структура этого сценария? Вообще для некоторых фильмов Тарковского, например, для фильма Сталкер и для фильма Солярис, особенно для фильма Сталкер, конечно, характерна очень интересная драматургическая структура. Я напомню, конечно, вы все хорошо ее знаете, как она выглядит. Ведь герои должны дойти до этой комнаты исполнения желаний, но они движутся непрямым путем, поскольку в зоне, как мы знаем, как мы помним, говорит Сталкер в роли Кайдановский, прямые пути самые опасные, поэтому они идут сложным путем. Каким образом они идут? Они бросают гайки и туда, куда падает гайка, вот они там останавливаются. И ведь если мы посмотрим на драматургию фильма, например, Сталкер, я о нем говорю, потому что это важно, потому что именно в фильме Антарктида лежат истоки будущего Сталкера. Итак, герои проходят вот какой-то путь. Здесь вот я, например, нарисовал, здесь вот у нас начало фильма, когда они, если вы, как вы помните, они приезжают на машине в эту зону, дальше долго едут на дрезине, например, они останавливаются. Вот это первая остановка. Дальше они бросают гайку, дальше у них идет следующее движение, снова остановка, снова движение, снова остановка. Они там, как вы помните, ночуют, потом снова движение, что дает подобные остановки в Сталкере. Поняв это, понятно, как работает, собственно говоря, сам сценарий Антарктиды, далекая страна. Эти остановки нам дают возможность героям нечего делать. Они не движутся, они находятся друг с другом, и они вынуждены общаться. И разговаривают друг с другом, они поднимают темы совершенно не связанные ни со своим путешествием, а вот различные такие экзистенциальные темы о жизни, о призвании, о предназначении человека, о судьбе человека, о месте человека в этой жизни, чего он хочет, нужно ли ему счастье, ну и так далее. Все это мы хорошо знаем. Вот. И, собственно говоря, Сталкер, в этом его особенность, хотя это вроде бы научная фантастика, но на самом деле перед нами экзистенциальная драма. Так вот, у сценария Антарктида, далекая страна, в точности точно такая же драматургическая структура. Герои приезжают на Северный полюс, движение сюжета, дальше оно останавливается, потому что они начнут формировать лагерь и садятся в вагончик. Там они разговаривают и беседуют, знакомятся друг с другом, потому что экспедиция только собралась. И дальше у нас саный поезд движется вперед. Дальше происходит трещина во льду и поезд останавливается, потому что проваливается трактор. Герои останавливаются, вынуждены ночевать. И там они снова, поскольку ситуация экстремальная, они впервые оценивают друг с другом, друг друга и начинают конфликтовать, задавать вопросы, потому что многие из героев, два персонажа, они воевали на Великой Отечественной войне, поэтому ходили за линию фронта. один из героев например не выдерживает и убегает в снежную бурю, к примеру, ну и так далее. Снова они движутся, дальше начинается снежная буря, снова они остановились и так далее. Таким образом, уже даже сталкер это научная фантастика, жанр, Антарктида далекая страна, перед нами это видимо жанр приключенческого фильма, формально, формально приключенческого фильма, хотя в действительности и в первом случае и во втором случае это любимый прием Андрея Арсеньевича Тарковского маскировки, потому что он выпускал фильмы те, которые в данный момент готовы были выпускать, он выпускал исторический фильм, когда можно было выпускать Андрея Рублева, он выпускал научное дело, научную фантастику, когда можно было делать «Сталкера», но все его фильмы в действительности, хотя вроде бы жанр у них разный, в действительности перед нами, конечно же, это философские, экзистенциальные драмы. И вот это, конечно, в действительности стало для нас и для участников конференции, когда мы во ВГИКе тоже освещали эту тему, это, конечно, стало удивительным открытием, в какой-то мере потрясением, в том, что у такого молодого человека, в общем-то, вот подобный подход к этим, такая идея, концепция, она сложилась уже в очень молодом возрасте. Ну и, наконец, я бы хотел сказать по поводу вот этого еще одного важного образа, который мы прекрасно знаем по фильму «Солярис». Здесь, вот в фильме «Антарктида. Далекая страна», буря, которая разыгрывается в «Антарктиде». Это вторая половина фильма, вторая половина сценария. Сильная буря, поезд больше не может двигаться, закончилась горючая, и герои вынуждены послать двух человек, чтобы добраться до лагеря, проверить, есть ли он там вообще, потому что они потерялись в этой снежной буре. И вот герои сталкиваются, когда они идут через эту бурю, они сталкиваются с снежной стихией, ветром, и они говорят о том, что Антарктида, природа, она равнодушна совершенно к человеку, человек здесь чужой и так далее. Эти мотивы, конечно, мы прекрасно узнаем в фильме «Солярис». Когда планета, планета «Солярис» разумное существо, она не принимает человека, она создает ему двойников, она равнодушна абсолютно к человеку, не принимает его, человек здесь чужак, человек одинок, и он это понимает. Это понимают герои фильма «Солярис», находящиеся на космической станции, наедине со своими мыслями и со своими двойниками, которых создает для них планета, как бы ставят перед ними зеркало. И это понимают наши герои в фильме «Антарктида далекая страна», когда они пробираются сквозь снежную бурю и теряют уже всякую надежду. Ну, там, правда, включается жанр приключенческого фильма, они все-таки находят этот лагерь, вот и так далее, и так далее, возвращаются, и в конце концов они поднимают над лагерем красный флаг, естественно. Тем не менее, вот эти два момента, вот такое прерывистое движение, которое мы потом обнаружим в «Сталкере», и вот когда природа, когда природа, в фильме, например, «Солярис» и фильме «Антарктида» выступают, по сути дела, в качестве такого, даже не то, что антагониста, а это просто прием режиссера, способ, благодаря которому он изолирует героев и вынужден их задавать вопросы ни о природе, ни о действии, ни о самих себе. То есть то, чего больше всего боится человек, остаться наедине с собой. Материал, вот, собственно, все, что я хотел сказать, вот кратко очень, вот история вот этого небольшой, но очень ценной находки. И даже вот в заключение я хотел бы добавить. Мы все, конечно, помним начало фильма «Зеркало» Андрея Тарковского. Он начинается со сцены, когда мальчик, который страдает заиканием, его лечат. Это документальная сцена, конечно же, архивный материал, это непостановочная сцена. Однако в фильме «Антарктида. Далекая страна» есть очень интересный эпизод. Как я говорил, путешествие по Антарктиде героев – это лишь основная сюжетная линия. Однако там есть отдельный небольшой эпизод, связанный с одним героем, который испугался и срочно вернулся в Москву. То есть он покинул экспедицию, он, конечно, страдает, мучается, потому что он оставил своих друзей, в какой-то степени их предал. Он ходит по Москве, встречается с друзьями, и один из его друзей – это дефектолог, врач. И вот когда он приходит к нему на прием, к этому врачу, просто сидит в уголке, и к нему мама приводит своего сына, мальчика, который страдает заиканием. И он практически говорит дословно все те же слова, которые мы видим в фильме «Зеркало». То есть я буду говорить, я не боюсь говорить, я буду говорить. Вот этот мальчик до фильма «Зеркало» еще бог знает сколько лет, но в этом сценарии 1966 года эта сцена уже появляется. Таким образом, этот, конечно, текст позволяет нам, во-первых, сделать очень интересные выводы, что Андрей Тарковский является… Мы говорим, например, о режиссерах, что это такая очень цельная натура, что у этого человека, вот все его идеи, он снимает, вот у него есть несколько идей, и он они всегда снимает. В отношении Андрея Тарковского это абсолютная правда. То есть у него, еще будучи студентом, фактически, и очень молодым человеком, в 1966 году они просто, они только закончили Андрея Рублева снимать, по большому счету. То есть это очень молодой человек, но вот эти вот идеи, что человек одинок, и человечество одиноко, и что он все ответы от человека найдет только в себе самом, и что человек должен создать себя сам, и все вопросы найдут только внутри себя. И он в этот мир заброшен. Ну, все вот такие сартерские мотивы, они, конечно, у Тарковского сложились уже студентом. И доказательством этого является именно текст этого сценария. Антарктида – далекая страна. Текст сценария на русском языке мы еще статью не публиковали, однако он, полный текст сценария, литературного и статья, наша совместная с Ниной, опубликована в журнале, вот здесь у нас видно, в журнале «Studies in Russian and Soviet Cinema» в 2022 году, в конце 2022 года. А также у нас кратко есть сообщение в нашем журнале, которое мы вот издаем с Ниной, о том, что вот этот сценарий был обнаружен в двух версиях. На журнал «Телекинет» он входит также в «Додж». Здесь мы также опубликовали это сообщение. Поэтому, если возникнет желание познакомиться с полным текстом, правда, английской версии, то сценарий, он у нас опубликован уже. Благодарю вас за уделенное внимание, огромное спасибо. Надеюсь, что вам доклад показался интересным. Да, Максим, большое спасибо за интересный доклад. Я хотел только сказать одно. Я так понимаю, что в России, в Советском Союзе государственное кино, вы сказали про фильм Герасимова-Пушкин, сценарий, проектов, которые не запущены в производство, но они получали гонорарий, есть какой-то архив этих сценариев, да? Да. Это у вас так получилось. У нас, Виталий, поскольку это нет такого государственного кино, многие сценарии фильмов, которые не запущены в производство, пропадают. Поэтому это было бы интересно зайти в архив и, например, читать не только сценарий Тарковского, а сценарий Пушкина-Герасимова. По этому поводу, перед тем, как я передаю слово, есть фильм про блокаду Ленинграда Серджио Леоне, который хотел сниматься, главный герой Robert De Niro. Серджио Леоне не мог сниматься фильм, потом проект перешел в руках режиссера Торнатори, Giuseppe Торнатори, новый кинотеатр в Парадисо. По разным причинам они делали работу, но Торнатори не мог сниматься фильм и, чтобы что-то делать, Торнатори издал эту книгу, издал сценарий этого фильма, который никак не получилось. Поэтому спасибо. Этот архив, который, я так понимаю, при Советском Союзе существовал и еще существует, наверное, там очень интересные истории есть внутри этого архива. Да, Антоний, если вы хотите, я просто могу даже прислать ссылку на Этергали, Российский государственный архив литературы и искусства, и там есть специальная секция, которая называется сценарий, отклоненные сценарии. По разным причинам, из самых разных струй, фильм, МОС-фильм и так далее. Я могу прислать ссылку, и там можно прямо по электронному каталогу посмотреть, какие там есть еще сценарии. Их очень много. И это, конечно, интересно. Значит, да. Да, спасибо. Еще, если нетрудно передать нашим друзьям по поводу телекинета, журнала, информации, так будет интересно. Да, конечно. Спасибо огромное. Я хотел только добавить, что мы познакомились с Артуром Курашем. Сейчас мы от Тарковского дойдем до доклада Артур Кураш по поводу немого кино в России. Наш друг Марко Бассо познакомил нас и появилась эта встреча. Поэтому, Артур Кураш, спасибо. Передаем вам. Будем слушать вас. Артур Кураш, извините, я хотел только сказать, что Артур Кураш только что переводил стихотворение итальянской поэтессы Патриция Кавалли. И рано или поздно мы можем, наверное, прочитать перевод этой поэтессы на русском языке. Но сейчас ваш доклад. Спасибо. Прошу прощения. Извините, пожалуйста. Переводы Патриции Кавалли как раз выходят в журнале Телекинет. Окей, тогда тем более передайте нам, пожалуйста, ссылку, чтобы когда был. Спасибо. Артур, пожалуйста, спасибо. Будем слушать вас внимательно. Сейчас я, да. Я вот единственное, что... Ага, вот так. Сейчас видно, презентация. Видно, да? Видно, видно, да. Замечательно. Сейчас секундочку. Только вот я единственное, что поставлю на начало. так как главное ключевое слово нашей сегодняшней встречи это кино, кинематограф, на чем уже и Настя сказала замечательно, поставила акцент. Говорим мы о его неизвестных страницах, забытых именах или событиях. Поэтому первое, с чего я хотел бы начать, как продолжение вот этому напоминанию, возможно, с подчеркиванием, восклицательным знаком. Кинематограф это все-таки одно из самых удивительных, потрясающих изобретений человеческого гения в 20 веке. Лично я считаю, что сперва это изобретение кинематографа, только потом успехи, допустим, космоса или расщепления атомного ядра. Сравнительно за небольшой отрезок времени кинематограф проходит путь от балаганного, я подчеркиваю, именно балаганного, потому что в России это было ключевое слово периода немого кино, именно балаганного, порой низкопробного, малоприятного и малопонятного зрелища до подлинного киноискусства. Я сейчас зачитаю одну цитату, отражающую весьма распространенное мнение значительной части общества, причем не только в России, но и в Италии, начала 20 века. Я считаю, что кинематография пустое, никому не нужно и даже вредное развлечение, только ненормальный человек может ставить этот балаганный промысел в один уровень с искусством. Все это вздор и никакого значения таким пустякам придавать не следует. Удивительно, но эти слова принадлежат русскому царю Николаю Второму. Написано им собственноручно на полях доклада главы полицейского департамента в 1913 году. Ну, кстати, таких резолюций, таких пометок есть несколько. Они были опубликованы в одном из московских журналов в 1927 году. Тем не менее, уже к 1908 году кинематограф по праву называется седьмым видом искусства. Это по определению первого теоретика кино или одного из первых теоретиков итальянского интеллектуала, поэта, писателя, драматурга. он был еще и героем войны Ричотто Канудо. В России это имя известно. Его первый сборник статей «Размышления о седьмом искусстве» «Рефлесиони сула сеттима арте» вышел ровно сто лет назад, в 1923 году, незатолго до смерти Канудо, так что нынешний год является в каком-то смысле и юбилейным годом. И, конечно, кинематограф появился благодаря исследованиям фототехники, изобретателям, первым кинофабрикантам, режиссерам, операторам. Вообще, это было поколение любителей, молодое поколение любителей, как в Италии, так и в России, и даже фанатиков светописьменности, фабрики образов, кинемо или великого немого, как модно называли кинематограф, преимущественно в Петербурге в начале XX века, великий немой, еще красноречиво безмолвствовал Пиштана Ахматова в мемуарном очке о Модельяне. Имена первых кинематографистов хорошо известны. Я, конечно, их напомню, но дальнейший обзор я хотел бы начать вот с этой фотографии, вполне симпатичного, такого интересного итальянца, можно сказать, нашего современника, чтобы познакомить с ним и не только тем самым выразить глубокое уважение, восхищение его трудовому подвигу. Представляю Витторию Мартинелли, киновед, историк, киноавтор 21 тома по немому кино Италии 1905-1936 годов. Частично, конечно, в сотрудничестве с другими итальянскими киноведами, а также автором многих монографий и статей, ему удалось систематизировать колоссальный архивный материал в Национальном киноархиве Болонии. При этом вызывает удивление тот факт, что основное место Витторию Мартинелли был не киноархив Болонии, а Национальное Общество страхования от несчастных случаев. Возможно, как страховой агент Мартинелли был не излочек, зато как исследователь, систематизатор великолепный. К примеру, благодаря его изысканиям в журнале Телекинет мы опубликовали информацию. Нам удалось обнаружить, что в сборнике итальянских фильмов 20-го года находилось 24 имени российских режиссеров, актеров, преимущественное число белой миграции, судьба которых была неизвестна или малоизвестна после революции 1917 года. К примеру, кинорежиссеры Александр Уральский, Александр Розенфельд, актеры Осип Рунич, Татьяна Павлова, Михаил Вавич и другие. Оказывается, в 1920 году все они находились в Италии, более того, они получили покровительство, помощь и поддержку туринского продюсера Артура Амброзио, о котором было известно еще до событий 1917 года во время становления русского кинематографа. За все эти исследования следует поблагодарить дорогого Витторио Мартинелли, Граци Витторио Мартинелли. Коротко о первых кинематографистах Италии и России. Здесь следует обратить внимание на общую особенность первой и второй волны. Первая волна была любительская, причем как в Италии, так и в России. Вторая волна это уже были профессионалы, этому есть объяснение. В период 1906 1909 возникла необходимость принятия незамедлительных мер по наведению порядка в кинопроизводстве. Таким образом на смену любителям приходят профессионалы, то есть профессиональный подход организации к кинопроизводства и проката. К сожалению, в наши дни большей частью итальянские имена того поколения известны лишь в Италии, а российские в России. Однако более ста лет назад кинематографисты, в особенности русские и итальянские продюсеры, их называли кинофабрикантами, а не продюсерами в России, знали друг друга не по наслышке, не по газетным статьям, а лично. Поэтому предлагаю небольшое знакомство с самыми главными кинематографистами, звездами, как Италии, так и России. Вот начну с верхнего ряда. Мужчина в бабочке, главный, номер один в истории Италии, Филатео Альберини, которого, конечно, знали, в России знали хорошо. Та же фабрика Ханжонкова, это считайте как продолжение, это как копия какая-то построения собственной кинофабрики, которая была бы не менее, если не более мощной. Итак, Филатео Альберини, следующий Итало Пакьони, далее Леопольдо Фреголи, Эльвира Кода Нотари, ее муж Никола Нотари, неаполитанцы, блистательные. Следующий второй ряд тоже неаполитанец, продюсер Густаво Ломбардо, 18-летним студентом, ему удается открыть свою первую кинокомпанию, но в Советском Союзе в дальнейшем хорошо знали кинокомпанию, конечно, Титанус, от которой он переименовал в 1928 году, потом Джованни Пастроне, более известный под псевдонимом Пьеру Фоску, Ричотто Канудо, о нем я говорил уже выше, продюсер рядом, симпатичный, с таким вдумчивым, задумчивым, наверное, взглядом, это Стефану Петтологу, первый киномагнат Италии и кинооператор Джованни Битротти и рядом с усиками такими нафабринами, которые, наверное, означают, господа, я не просто богема, я богема, богема, супер богема, да, это блистательный продюсер, туринский продюсер Артуру Амброзио, о котором мы еще, конечно, поговорим. Международному успеху, секундочку, итальянского кино за несколько лет до начала Первой мировой войны способствует неожиданному появлению в Италии кинозвезд, кинодив мировой величины, которых хорошо знали и в России. До 1917 года итальянские фильмы поступали на российский рынок в большом количестве. Любые фильмы с участием этих актрис покупались не глядя, и был даже специальный термин «оскатула кьюза». Все эти кинозвезды, чьи фотографии вы видите, считались легендами, самыми высокооплачиваемыми актрисами, кинодивами, чьи аппетиты и капризы порой настолько разрастались, что выводили из терпения многих кинопродюсеров и режиссеров, ставили на грань банкротства не только кинопроекта, но и кинокомпании. В то же время своей игрой, созданными образами, своей красотой они восхищали весь мир, от Европы и до Японии, в том числе вдохновляли и российских актеров. Фактически, благодаря этим актрисам об Италии заговорил весь мир. Это была самая действенная форма прославления Италии за рубежом в начале 20 века. И не только каждый итальянец, но и многие россияне их хорошо знали, их обожали, молодые девушки, подростки, и вовсе старались им подражать в повседневной жизни, из-за чего по всей Италии несчастные родители выстраивались в очередь к врачам, чтобы те вылечили их полуобезумевших чат. И тогда даже появился термин, первый термин массового подросткового психоза. И он назывался по имени вот вторая актриса, вот здесь есть, Лида Бурелли, Буреллизма. Итак, первая звезда номер один это Франческо Бертини, далее идет Лида Бурелли, Пина Маникелли, Леда Гис, Диана, ну ее больше назвали Анна, Анна Карен, псевдоним Малюзия Канни Каренни. По некоторым сведениям до 1914 года она служила в одном из российских театров. Она владела свободно русским языком, а в 1914 году, буквально в течение нескольких лет, она стала подлинной звездой. Очень удивительная, потрясающая актриса и судьба, конечно, удивительная. Италия Альмиранте Мадзини, Суава Галлоне, ну вот и этот богатырь, конечно, мацист, его имя Бартоломео Пагану, звезда немого кино, главный супермен Италии XX века, Ольга Эксперия Мамбелли, Мария Якубини и, конечно, последний это французский комик Андредит в образе итальянского кретинетти, известного в России как Глупышкин. Короткие киноленты о похождении Глупышкина снимались на Туринской кинофабрике Италофильм, а в период 1909 года по 1920 годы было снято около 90 короткометражек. Вот прошу обратить внимание на вот эту фотографию, которая перед афишей Андре Дида. Это Мария Якубини. Оказывается, талант Марии Якубини, ее актерская игра очень нравилась Владимиру Ильичу Ленину. И во многом благодаря этому в 1921 году произошла одна удивительная история, которая могла писать совершенно новые страницы в истории кино как России, так и Италии. Но времени, к сожалению, сейчас нет, чтобы рассказать полностью эту историю, но в рамках ответа на вопрос, если это будет интересно, я коротко потом расскажу. И в завершении вот этой части доклада я хотел бы напомнить об одном малоизвестном факте в 1914 году сенсационное событие в мире кино. Итальянское киноношествие в США в наши дни звучит фантастично. причем итальянское киноношествие в США ставшее черным днем, буквально пощечиной незабываемым уроком для американской киноиндустрии. И менее чем через 10 лет последовал мощный заокеанский ответ итальянским кинематографистам, а именно недопущение возврата итальянского кино на мировой рынок, что и было сделано. При этом вызывает сожаление и тот очевидный факт, что качество итальянской кинопродукции послевоенного периода в художественном плане имело общую негативную оценку, причем как со стороны итальянских кинокритиков, так и зрителей. Виторио Мартинелли пишет, что 1921 год стал погребальной песней тем фильмом, который публика не желала смотреть. Критика рвала на части, а прокатчики игнорировали. Впрочем, были и хорошие работы, но выглядели как рари, нанте, сын, гургит и васту, то есть как редкие пловцы в пучине огромной. В то же время прямой противоположностью этому выглядело положение в российском кинематографе. Сейчас я перехожу к русской части доклада. На рубеже 19-го 20-х веков в России живо интересовались фотографией, фотоискусством, выписывали специализированные журналы. Это было даже модно, в том числе из Италии, к примеру, научно-практический ежемесячный журнал «Фотографический прогресс». Вот два экземпляра этого журнала я поместил в левой части. Этот журнал был основан в 1894 году в Милане. Это был один из самых авторитетных и популярных изданий среди любителей и профессионалов фотографии, на страницах которого фотограф и один из основателей журнала Рудольфу Намиас призывал всячески распространять любовь к фотоискусству, неустанно изучать его, экспериментировать, что находило широкий отклик у российской молодежи. Поэтому в России большой успех имел первый киносеанс продолжительностью 10 минут. Он состоялся 4 мая 1896 года в Петербурге, а 26 мая уже в Москве в Саду Эрмитаж и вообще в течение всего лета он проходил на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Прошу обратить внимание на стоимость билета 50 копеек. Билет на первые киносеансы в Петербурге и в Москве действительно можно было купить за 50 копеек, а в провинции за 25-85 копеек. При зарплате промышленного рабочего в России от 8 рублей и максимум до 20, может быть, до 22 рублей в месяц. Это квалифицированного рабочего 20-22 рубля или 24 от сил. Такие цены, тем не менее, были невозможны, недопустимы. Поэтому на окраинах городов, иногда в частных домах, иногда в квартирах обустраивали импровизированные кинозалы. То есть, своего рода аналог видеосалонов 90-х годов в России. И там входные билеты стоили сравнительно недорого, от 15 рублей и выше. В Италии первые стационарные кинотеатры стали открываться с 1898 года в Риме и в Неаполе. И позже, через год, через два начали открываться и во Флоренце, в Милане, Эдисон, к примеру, и так далее. Также и в Москве секундочку кинотеатры стали открываться один за другим уже в первые годы 20 века. В Новом Электрическом театре, который открылся в Москве в 1903 году, билет стоил от 30 копеек до 1 рубля. Электроптический театр, новейший электрический синематограф или электротеатр Карла Ивановича Алксона и другие, которые открылись в 1904 году, там билеты продавались от 30 до 80 копеек. А в роскошных кинотеатрах Петербурга на Невском, такие как «Зе Роял Стар», «Мулен Руж», или «Как в Париже», публику ожидала электрическая реклама, золоченая мебель, шелка, экзотические растения и так далее. Поэтому, в зависимости от места, дня или популярности фильма, контрамарка стоила от 1 до 4 рублей. Для сравнения, в Италии в 1900 году в Римском кинотеатре Ириде, это в центре города, на Корсу, билет стоил полторы лиры, что соответствовало 68 копеекам. А сеанс начинался, если в зале находилось не менее 15 человек. Для сравнения, итальянский рабочий, квалифицированный рабочий, он зарабатывал в месяц 100-108 лир, но, подчеркиваю, квалифицированный рабочий, это соответствовало примерно 38-40 рублям. А тот же квалифицированный рабочий в России, он зарабатывал максимум 20 от силы 24 рубля. То есть, почти в два раза меньше, чем итальянский рабочий. Это, конечно, безобразие. В России были, сейчас, секундочку, были свои пионеры кино в период Великого Немо. Первые годы 20 века Петербург, Москва превращаются в своего рода кузницу кинопредпринимателей, как, впрочем, и во многих столичных городах мира и в том же Риме. Итак, первые русские кинофабриканты, это первый ряд Ханжонков Александр Алексеевич, Ермольев Иосиф Николаевич, Дранков Александр Осипович, Тимон Павел Густавович и Харитонов Дмитрий Иванович. Режиссеры второй и третий ряд Василий Гончаров, Яков Протазанов, Петр Чардынин, Владимир Гардин, Евгений Бауэр, далее Владислав Старевич и Всеволод Мирхольд. Увы, здесь нет фотографий, но все равно следует назвать имена режиссера Александра Николаевича Уральского и Александра Новича Розенфельда, чьи фильмы известны в итальянском прокате 1920-21 годов. Кинозвезды русского немого кино. Первые две фотографии это Вера Холодная. Далее Александра Гончарова, но ее фотографий здесь нет. Витольд Полонский, вот он здесь посередине. Далее Владимир Максимов, Осип Рунич, который, кстати, стал одним известным русским киноактером в Италии. Иван Худалеев и Иван Мазжухин, вот они здесь, вот группа молодых людей, рядом Борис Сушкевич, но это далее идет группа Московского художественного театра, которые пришли в российский кинематограф. Еще раз, Борис Сушкевич, Софья Яцинтова, Ольга Преображинская, Ольга Кзовская, любимая ученица Станиславского, Вера Юринева и Вера Алексеевна Коралли, прима, балерина Большого театра, ставшая кинозвездой в дореволюционном кино. С приходом артиста Московского художественного театра, с приходом в кино, причем с благословения самого Станиславского начинается активный поиск принципиального нового стиля актерской игры в кино, стремление быть убедительными, утверждает тем самым реализм на экране. Коротко о Вере Холодной, русское Джокондо кино, обладавшее сверхпопулярностью у российских зрителей и которое можно смело сравнивать с итальянской кинодивой Франческой Бертини. Они, кстати, были даже по возрасту почти... Ну, Вера Холодная была на один год младше Бертини. Вера Холодная снялась в 40 или 50 фильмах точное количество неизвестно. К сожалению, она прожила всего 25 лет и удивительная загадка ее сверхпопулярности у российского зрителя так и осталась неразгаданная. Актриса вдохновляла поэтов и, пожалуй, никто так не был воспет монстрелями, как русская кинодива Вера Холодная. Некоторые поэтические строчки тех лет не могут не вызвать улыбку. Хоть повези в Америку, понравится и там. Так делает истерику не верится глазам. Глаза такие жгучие, что мы спросить могли, уж не было ли случая, что фильм они прожгли. Артистка превосходная. Вот мнение москвича, фамилия Холодная и Гражи Горяча. Автор Василий Лебедев, 1916 год, газете номер 13, киногазета. После революции Холодная получала десятки предложений от зарубежных кинокомпаний. Ей предлагали огромные гонорары, звали сниматься за границу. Тогда Холодная опубликовала обращение, к которым заявила, она не покинет родину в непростые для нее времена и просила других артистов остаться в России. Смена плана секунду. С момента появления итальянских, немецких, французских кинофабрик, таких как Италофильм или Чинос, французские Патэ, Гамон, Урбан, Эклипс и другие. В России стремительно открывается как представительство этих кинокомпаний, преимущественно французских, так и небольшие российские. Их называли торгово-комиссионные конторы. Заметьте, нет ни одного слова связанного с кино, именно торгово-комиссионные конторы или попросту торговые дома. Так как в России еще не было своих кинофабрик, то основной задачей этих торговых домов была мелкая поставка в Россию кинофильмов и киноаппаратуру, кинопленки различных европейских кинофабрик, в том числе и итальянских. То есть в начале 20 века это были русские челноки кинобизнеса, работа которых сводилась к простой формуле поехать в Италию, не в Италию, а вообще в Европу, поехать в Европу, купить и затем продать в России. Первые годы 20 века интерес к кино в российских крупных и даже небольших провинциальных городах и национальных окраинах расстремительных. За товаром владельцы кинотеатров приезжали сами или к ним ездили представители этих торговых домов. К примеру, в Москве с киноновинками первыми знакомились владельцы крупных кинотеатров господин Гехтман, потом осматривал Абрамович, Гензель, Алксне, Аксюк и другие. В 1906 году контора Ханжонкова привозила из Европы от 6 до 12 экземпляров каждой картины. Прошу обратить внимание, себестоимость одного метра, за которую они платили французам или итальянцам, одного метра кинопленки, причем с накладными расходами, обходилась в 40 копеек, а продажная цена одного метра кинопленки стоила 55 копеек. Иногда им приходилось делать скидки. И таким образом прибыль была около 10%. Поэтому если что-то, хотя бы одна кинопленка, одна банка или, не дай бог, два экземпляра не продавались, то уже это был прямой убыток, можно сказать, катастрофа, если хотя бы один фильм оставался непроданным. в 1906 году первые шесть месяцев показали, что контора Ханжонкова едва-едва сводила концы с концами. Европейские картины или едва продавались, или вовсе перестали продаваться по главной причине их низкого художественного уровня. Не выдерживало критики не только фильмы, но и плохое качество киноаппарата. В особенности французских кинокомпаний, в частности фирмы «Урбан», к оборудованию патэ было меньше нареканий. Обракованные кинокартины французской компании «Урбан» по договору и вовсе даже не подлежали возврату. Частично ситуацию спасала смена французских поставщиков на итальянских. Тем не менее, к концу 1906 года российские торговые дома оказались в тупике или полными банкротами или на грани разорения. Единственным выходом из этой ситуации было создание собственных кинофабрик с полным циклом кинопроизводства, с кинопавильонами, своим кинозалом, отдельным оборудованным помещением и обработки пленки монтажа. То есть, так как это сделал Филатео Альберини в Риме. В том же 1906 году, когда он построил собственную кинофабрику «Чинос» и с уставным капиталом 250 тысяч рублей. Таким образом, низкое зарубежное качество кинопродукции дает сильный импульс для создания в России собственного кинопроизводства, начиная с 1907 года и появлению в России отечественных и отечественных профессионалов кино. В отличие от Италии, смена любителей кино на профессионалов происходит сравнительно быстро в 1907-1908 годах. Но справедливости ради, это еще был уровень профессионалов-любителей. Итак, предлагаю познакомиться с ведущими кинофабрикантами и русскими продюсерами в России. Ханжонков Александр Алексеевич бесспорный лидер русского кинопроизводства на заре кино. Он является автором единственной наиболее полной монографии первые годы русской кинематографии, которая вышла в свет в 1937 году. Книга написана очень интересным, даже увлекательным языком. Я даже не знаю, почему до сих пор на основании этой книги не снят в России какой-нибудь сериал. В 1908 году в ателье Ханжонкова на Житной улице Житной одновременно велась работа над несколькими игровыми документальными фильмами, вышедшей на большой экран только в 1909 году. Это драма в таборе подмосковных цыган, первая игровая кинолента, русская игровая кинолента, песнь про купца Калашникова по поэме Лермонтова или русская свадьба 16-го столетия, Ванька Ключник и другие. Тематикой картин, выпускавшейся Ханжонковым, была экранизация русской классики, народных сказок, песен и романсов. В 1911 году на экраны вышел первый в России полнометражный фильм «Оборона Севастополя». «Сто минут» поставленная была Гончаровым и Ханжонковым. Ханжонков сотрудничал, с Ханжонковым сотрудничали такие режиссеры, как Василий Гончаров, Евгений Бауэр, актер Иван Мажухин, Петр Чардынин, часть театральной труппы Веденского народного дома, а также прославленный режиссер Владислав Старевич, создатель первого в мире мультфильма, снятого в технике объемной кукольной мультипликации. Следующее. Так, я вот хотел коротко только показать, что собой представляла кинофабрика Ханжонкова, чтобы иметь представление, насколько это все же мощно было. Вот эти стены, конечно, и крыша, они были выполнены из стекла. Это сам съемочный павильон здесь располагался. Внизу уже все подсобные помещения, даже подвальные были приспособлены. И далее еще здание, которое вот здесь слева располагается, продолжение этой кинофабрики. Вот мы смотрим внутри, как выглядел съемочный павильон. здесь мастерская декоративная, тут же лаборатория по обработке кинопленки. Вот так она выглядела и продолжение уже. Вот мы видели с того угла ракурс, а здесь уже обратная точка. Здесь дополнительный вход на территорию кинофабрики. А это два кинотеатра, построенные Ханжонковым в Москве. Так, и следующее, Ермольев Иосиф Николаевич в 1912 году он владел, вернее, был совладельцем прокатной фирмы Ермольев Зархин и Сегель в Ростове-на-Дону, но с 1915 года он основал в Москве собственное киноателье Ермольев, где было снято более 120 фильмов. Дранков Александр Осипович, российский фотограф, кинооператор, продюсер, он считался колоритнейшей фигурой дореволюционного столичного бомонда. В то же время имел не самую лучшую, даже скандальную репутацию в кинобизнесе. Дранков первым в России приступил к выпуску отечественных детективных киносериалов, которые тем временем уже вошли в моду во Франции. А снятый в его ателье многосерийный фильм «Сонька золотая ручка» пользовался небывалым успехом у Российской Републики. Тимон Павел Густавич, его кинофабрика была учреждена в 1909 году. Компания выкупила в том году уже готовую кинофабрику «Глория» у Якова Зоммерфельда в Москве и быстро стала одним из лидеров российского кинопроизводства. Причем благодаря, как говорят в России историки кино, продуманной политике создания выпуска прокат фильмов знаменитой русской золотой серии, представлявших собой экранизацию классических литературных произведений, в съемках которых принимал участие опытный итальянский кинооператор Джованни Витротти. Ему я еще вернусь. На кинофабрике Тимона с помощью с участием Джованни Витротти были сняты такие киноленты, как «Бахчисарайский фонтан» режиссером Протазановым, «Песня Катаржанина», «Каширская сторона», «Кавказский пленник», «Анфиса», «Ключи счастья» и так далее. Ну, кстати, «Кавказский пленник» был снят именно Джованни Витротти. Следует отметить, что в 1912, 13 и 14 годах рост кинопроизводства кинокомпании Тимон более чем впечатляет, как, впрочем, и развитие Ханжонковской киностудии. В 12 году Тимон снимает 6 фильмов, а Ханжонков 13. В 1913 году Тимон снимает 15 фильмов, а Ханжонков 20. В 14 году Тимон снимает 35 фильмов, а Ханжонков уже 53. Следует отметить, что одной из причин успеха кинокомпании Тимона заключалась в профессиональной поддержке его супруги Елизаветы Владимировны Тимон, которая была способна при необходимости не только управлять кинокомпанией, но и съемочным процессом. Но, впрочем, и жена Ханжонкова Антонина Николаевна Батаровска обладала теми же способностями. Известно, что это важная деталь, связанная именно с этой кинокомпанией, и прошу обратить внимание, известно, что накануне создания Московской кинофабрики Павел Густавич Тимон и Артуру Амброзиу провели деловые переговоры в Турине. Следует отметить, что после международного успеха итальянского фильма «Последние дни Помпеи» в 1908 году, это была первая в истории экранизация литературного произведения по роману английского писателя Эдварда Бульвера Литона. Артур Амброзиу задумал свою золотую серию, итальянскую золотую серию серия Доро и успешно начал ее воплощать с 1909 года. То есть одновременно они встречаются с Тимоном, Тимон возвращается в Россию, покупает там фабрику и запускает русскую золотую серию, в то время как Артур Амброзиу также запускает свою итальянскую золотую серию. Он ее успешно снимал до 1918 так же как и Тимон снимал свою русскую золотую серию. Более того, совершенно очевидно, что съемки в России этой русской золотой серии, как и командировка лучшего туринского кинооператора Витротти и помощь поставки кинооборудования и участие Амброзиу, ну, по некоторым слухам, конечно, это надо еще и проверять, но все же он участвовал в финансировании русской золотой серии с целью дальнейшего проката этих кинолет в Италии или на европейском рынке. В целом, все это свидетельствует о явных партнерских или, возможно, партнерских деловых отношениях или о первой итало-российской коопродукции, что, безусловно, требует внимательного изучения и объективной оценки. Джованни Витротти, человек-легенда, один из лучших кинооператоров 20 века, автор сотен документальных игровых кинолин. Его первая командировка в Россию от Артур и Амбрузио, она была по разным средням или в конце 909-го, может быть, в начале 9010-го, здесь сложно сказать, но все же в этот период она состоялась. Затем он через несколько месяцев возвращается в Италию, опять колесит по всему миру, а летом 911-го снова возвращается в Россию, это была его вторая командировка. В России он снимал как постановочные, так и документальные ленты, не только в Москве, но и в российской глубинке. Он совершил путешествие аж до самой границы с Персией и Турцией. Вызывает сожаление, что в истории российского кино имя Джованни Витротти, как и Артуру Амброзио фактически забыто. В то же время факт сотрудничества Амброзио фильм с российской кинофабрикой Тимона, а также профессиональная творческая деятельность Витротти в России отмечается лишь итальянскими историками кино. И последнее у нас это Харитонов Дмитрий Иванович, российский купец из Харькова, кинопромышленник, основатель, владелец торгового дома Харитона. Одна из самых влиятельных фигур российской киноиндустрии предреволюционных лет. Он в 1916 году переехал в Москву и построил киностудию по примеру Ханжунковской с таким же съемочным павильоном со стекленными стенами и крышей лабораторий, складом для реквизита, помещением для артистов и так далее. При этом Дмитрий Иванович вел агрессивную кадровую политику, то есть он переманивал к себе лучших кинематографистов из соседних кинокомпаний, за что стал нерукопожатным для многих московских кинофабрикантов. Среди фильмов киноателье Харитонова имело большой зрительский успех и следует выделить любовные драмы с участием Веры Холодной, такие фильмы как У Камина 17-го года Молчи, Грусть Молчи 18-го года Черная Хризантема и другие. И заключение предреволюционные годы кинематограф России с балаганного промысла, пустяка и вредного развлечения ненормального человека, это опять цитату я повторяю из вышеозвучной оценки царя Николая Второго, превращается в динамично развивающуюся киноиндустрию, приобретая черты подлинного киноискусства и заметно вырастает его художественный уровень, параллельно начинает развиваться теория кино, осмысливается накопленный опыт, в жарких дискуссиях намечаются пути его дальнейшего развития. В России к 17-му году издавалось около 30 кинематографических журналов, не считая газет, на страницах которых обсуждались многие вопросы, в области кино публиковались теоретические и критические статьи. К концу 16-го года количество кинотеатров в России достигло 4 тысяч и было выпущено более 2700 кинолент, из которых до наших дней дошло менее 300. И если в 13-м году на каждую русскую картину в прокате приходилось от 7 до 10 иностранных фильмов, то к 1916-му году внутренний кинорынок полностью обеспечивался картинами отечественного производства и при этом кинозалы были заполнены. Хочу отметить, тем более, если в кино участвовало в любой пленке, даже в самом провальном фильме, одно появление Веры Холодной и зал полон. Несмотря на несовершенство киноязыка и многих технических недостатков, кинематограф постепенно становится пространством досуга горожан и таким образом начинает представлять собой новое явление культурной жизни россиян. Мой доклад закончен. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Артур, большое громадное спасибо за доклад и тем, как я передаю слово Влада, потому что Влада будет сейчас открываться. Будем открывать вместе вопросы и ответы. Хотел сказать, что у нас в Италии Ассоциация Горького организовала в начале ковида такая беседа, конференция онлайн и тема была переход в Россию до революции кино при царе и первые годы кино в России уже когда появилась Октябрьская революция и принимали участие журналисты из Италии, историки из Италии, поэтому Артур ваш доклад как раз я вспомнил про эту конференцию которая была у нас и сейчас если Влада Ассоциация можем начинать наверное ответы и вопросы и еще раз от всех нас громад и вам спасибо за ваши доклады очень много тем очень много интересного было сказано и если запись все нормально с записью разумеется такая же мчужина сегодня такие информации с вашего позволения Нина Максим и Арту мы хотим передать нашим друзьям которые и у нас и у Адреналина культурала при Таймсе Ассоциация Горького еще раз спасибо и наш сейчас маяк это Влада который может сейчас рассказать как вопросы и ответы я даю доступ для всех сейчас все могут активировать свое аудиосы микрофоны и пожалуйста может быть у кого-то есть есть вопросы к докладчикам да у меня есть вопрос потому что в начале своего очень интереса во-первых хочу сказать что один доклад другого интереснее я слушала получила огромное удовольствие и у меня вопрос к Артуру по поводу Марии Якобини вот меня заинтриговала очень эта персона эта актриса которая как вы сказали ее очень ценил Владимир Ильич Ленин мне хотелось бы узнать более подробно об этом да ну хочу сказать что вот то поколение поколение начала 20 века молодое поколение и даже у нас какой-то стереотип советская власть советская Россия особенно вот та волна которая поднялась еще в начале 20 века в той же Италии кстати началось когда Россию показывали в каком-то очень сверхуничижительном виде тем не менее это не соответствовала действительность потому что первое поколение которое пришло в Россию к власти это было поколение интеллектуала да боже мой сколькими языками владел тот же Владимир Ильич Ленин и нет ничего удивительного что кстати у меня есть если можно я даже не знаю мне удастся ли это все здесь вот показать я вот отключил жалко что я отключил не знаю а видно сейчас нет нет презентацию не видно пока нет вам нужно там где у вас запустить презентацию да да вот как-то тут запустить которую я не знаю как запустить ее а вот сейчас секундочку вот мне хотелось бы ее так видно да да вот вот это я даже ее подготовил но я не мог ее использовать но вот эта картинка чтобы было наглядно да то есть это действительно интересный малоизвестный факт и он связан с актрисой Марией Якубини вы знаете когда мы нашли статью она была опубликована аж в 1996 году в журнале итальянском журнале Неру Бьянгу или Бьянгу не могу вспомнить экспериментального центра кинематографии и причем эта статья она предваряла тот сборник фильмов всех которые были сняты вот в рекордном итальянском 1921 году просто абсолютно рекорд а 20-й год побил все рекорды что да и так итальянское кино ни разу не смогло даже не приблизиться там одно название там 400 с чем-то игровых фильмов было было снято но по мнению того же Мартинелли одно хуже другого ну так вот он опирается на мнение кинокритиков итальянских да и при этом он пишет не об этих фильмах он говорит все это ерунда вот я лучше расскажу что самое-самое важное которое произошло в Италии в 1921 году это не вот это вот огромное количество фильмов а один удивительный случай который он сам узнал вот как-то как-то случайно мы в общем-то получили разрешение на публикацию перевод и публикацию ее телекинете мы опубликовали эту историю причем нам дали разрешение но все боссы от кино в Италии это ровно год назад это было я удивился еще когда написал письмо буквально через 15 минут представляете и какие-то генеральные там продюсеры директора там вот чина-чета чего-то это все сразу мне ответили я согласен я не против я не против и все и мы конечно с радостью ее опубликовали и так это интересно малоизвестный факт связан действительно с актрисой Марией Якубини и Владимиром Лениным оказывается вот он неплохо не непросто а хорошо знал итальянский кинематограф но вы знаете свою революционную деятельность он все же вел не в Италии он считал что это курорт и поэтому его место основное было и Париж окрестности Парижа а вот всякие ССР и так далее те которые были все же в оппозиции политической оппозиции они это Капри это вот Италия там они балдеют там и голову морочат как будто они там революционеры какие-то тем не менее Владимир Ильич владел итальянским он интересовался кинематографией и так далее и неплохо знал и итальянский кинематограф и особенно выделял актерскую игру именно Марии Якубини ну кстати Мария Якубини она действительно была одной из звезд но что интересно когда она перестала все же сниматься то с 37 по 43 года она была доцентом кафедры актерского мастерства экспериментального центра кинематографии как приятно и в общем так случилось что в 21 году Ленин принял Кремле не без участия Анжелики Балабанова одной из икон мирового социалистического движения я думаю что вы слышали о ней да этот велик Анжелика Балабанова которая подарила миму особенно Италии такой подарок сделала в лице Дуччи да вот и так получилось что она взяла и организовала встречу итальянского режиссера Лауренти Роза вот он здесь вот в центре вот видите да вот он руку так голову подпер Лауренти Роза он прибыл в Москву с соответственным поручением генерального директора вот он в шляпе с усиками да вот генеральный директор итальянского союза кинематографистов Джузеппе Бараттолу и цель встречи с главой страны совета это была такая ну вот по словам Бараттолу вот поезжай ты же знаешь эту Балабанову и пытка не пытка но попробуй восстановить в России деловые отношения которые были прерваны после России извините после революции в общем удалось встретиться это было уже поздно ночью Ленин выслушал Лауренти Роза и тут же поинтересовался они привезли итальянец какие-нибудь фильмы и хорошо бы цитат и хорошо бы с участием Марии Якубини и к счастью Лауренти Роза захватил с собой около десяти кинолет и в том числе две ленты с участием Якубини это была Королева Угля 19-го года и Путешествие 21-го года то есть совершенно свежие кинокартины и Ленину особенно понравился последний фильм настолько что он тут же позвонил наркому просвещения кому Луначарскому и приказал выслушать предложение итальянца и представить ему проект сотрудничества с Италией и последующие два месяца то что итальянцы совершенно не ожидали следующие два месяца вот эти два человека то есть Лаурентия Роза и Луначарский совместно работали над постатейным протоколом по созданию совместного предприятия между страной Советов и союзом кинематографистов Италии это предполагалось создание совместного предприятия как кинематографическое общество со смешанным капиталом страна Совета предоставляла пользование два полностью оборудованных производственных здания в Москве ну это понятно чьи здания я фотографию показывал готовые здания уже совершенно готовы причем со штатом полный штат работников еще три здания в Крыму тоже со штатом работников а еще 100 гектаров леса на 10 лет и еще завод по производству целлюлозы ну чтобы ее превратить в фабрику кинофотопленки потому что в России была катастрофическая нехватка кинопленки а союз кинематографистов брал ответственность за художественно-технический персонал и поставку кинопленки и все все шло идеально ничего не ожидала итальянская сторона но когда делегация из Москвы прибывает в Италию для подписания договора 29 декабря 21 года то тут же выясняется в тот же вечер вот они прибывают приезжают в гостиницу и тут же узнают что итальянский коммерческий банк банк итальяна дисконту которая выступала гарантом вот этого союза кинематографистов именно в тот день они взяли и объявили о своем банкротстве сделка была сорвана это был скандал и крупнейший киносоюз двух стран увы не состоялся вот эта удивительная история вот о ней рассказал вот ее раскопал Виторию Мартинелли она была опубликована повторяю в 96 году вот а ее финал как назвал Мартинелли неожиданно и парадоксальный в а-ля итальянском духе да к сожалению да ну вот такая короткая история связанная с Марией Якубини большое спасибо очень интересно да обидно да что все-таки вот так закончилось да действительно обидно да потому что но и это было очевидно и я думаю что это неспроста банка итальяна дисконту объявил именно в тот день что если посмотреть что происходило на политическом фронте это же 1925 год уже близок да был приход Муссолини да но что на улицах Италии происходило и какие под какими флагами что это было красное двухлетие так называемая или красная угроза 20-21 года да поэтому поэтому вот этот отказ явно мог быть испровоцированным вполне возможно тем более что те которые были у власти тот же Джолити он прекрасно понимал что нужно что-то срочно предпринимать но никакой советской власти чтобы не было но и этот отказ я думаю что он был неспроста да понятно большое спасибо я прыгал спасибо действительно очень интересно можно ладно можно да да конечно прежде всего я очень благодарен всем докладчикам доклады были очень очень интересные я много вещей я не знал и не знал так но я хочу использовать вот эту встречу чтобы задаваться несколько вопросов вот примерно вопросы к Нине с Путинцем если она согласна проблема такая что в Италии сейчас не существует детских кино фактически мы смотрим только фильмы для детей американского производства я собождаю своего внука но страдаю устаю имею ввиду что такие фильмы высокая технология шумные и так далее совсем неинтересны но все-таки к сожалению нет нашего национального производства а мы мечтаем как были интересны красивые вот эти старые фильмы я помню что даже мультифильмы для советского производства чешского производства и нашего и сейчас я хотел узнать но современные детские кино в России какие тенденции имеют потом хочу еще задаваться задаваться вопрос Максиму Казю Казючицу вопрос такой что аналог тенденции русского кино какие направления ровно два месяца назад мы в общем смотрели фильм такой 25 минут режиссера Станислава Шелестова называется да дорогая но это триллер триллер интересен с одной стороны но с другой стороны но сейчас как реагирует ваша публика ваши зрители на новое производство которое идет надо иметь ввиду что Виталий сейчас уже много лет очень трудно смотреть даже не знаем если покупаем что-то в Москве в наших жалках нет таких фильмов к сожалению но у нас существует еще другая проблема и имею ввиду что производство даже он адвокат производит фильм и так далее потому что все любят вот фильм кинематографию но все-таки сейчас не существует кризис производства идут наоборот даже итальянские фильмы последние интересны но к сожалению есть кризис зрителей вот в кинозалах даже только 10% зрителей присутствует значит что из-за ковида еще не знаем от чего это зависит но все-таки есть по-моему такой кризис зрителей ну как вообще у вас публика посещает кинозалы как и раньше имеют вот другие интересы как реагируют на ваши современные производства вот вопросы киняне и вопросы к максиму спасибо большое большое спасибо за вопрос детское кино это в общем-то я думаю у всех одинаковые сейчас кинематографии проблемы в том числе и вот это то что касается американского кино там тоже не очень точный адрес то есть очень часто фильмы ориентируются все-таки на семейную аудиторию а не на конкретно на ребенка но в этом плане у нас сейчас ведутся разработки то есть пытаются возродить вот эту традицию советскую когда существовала отдельная студия которая производила только детские фильмы киностудия Горького как раз Максима Горького она сейчас постепенно возвращается к производству именно детского кино но нельзя сказать что какие-то большие удачи здесь есть наверное более удачные все-таки у нас анимационные фильмы и вот как раз здесь я могу перейти к ответу на второй вопрос по поводу того как у нас решаются проблемы с посещением вот как раз свежий премьер сейчас у нас вышел в прокат поскольку у нас сейчас проблема с прокатом зарубежных фильмов в связи со всеми событиями у нас соответственно начинается импортозамещение вот сейчас небывалые цифры в прокате мультфильм Чапурашко получил по-моему в первой векенте или во второй у него 2 миллиона в общем все то что должен был собрать аватар американский у нас получил ну не все но большой процент вот этих посещений семейные аудитории потому что были праздники 10 дней семейные семьи принято ходить в новогодние эти праздники в кино и вот у нас Чебурашка очень хорошо собрала это мультфильм такой ремейк старого советского мультфильма там и люди в общем живой план и куклы вот сейчас вот такой более свежий пример вообще в принципе у нас пользуется спросом вообще проблема детского контента решается семейными мультфильмами там три богатыря вот у нас очень популярны уже большая такая франшиза там порядка 10 фильмов а с игровым кино наверное такая проблема я думаю она еще проистекает из-за того что с детской литературой проблема в советское время она активно развивалась и экранизировалась а сейчас хорошей хорошей литературы детской нет современной поэтому то что удается допустим анимационные фильмы снежная королева вот у нас серия выходила вот она была довольно удачной но опять же она ориентируется все-таки на стандарты американской анимации то есть поэтому здесь тоже я думаю проблема такая же как и у вас то есть не знаю постепенно может быть придем к решению именно как-то реконструируя опыт прежней работы студии там института редактуры вот мне кажется такие вот у меня соображения мне кажется что-то здесь можно найти какой-то ответ Максим у тебя какие-то да у нас проходил не так давно очередным московским международным кинопестиволем вот и по нему тоже понятно что у нас все проблемы с прокатом что конечно же никто картину не дает какие были общие тенденции были к наших кинопитографистов надо сказать например из работ на которые очень хорошо реагировала публика например можно назвать фильм режиссера Ларисы Садилова Огород к примеру этот фильм он был очень хорошо отреагировали на этот фильм публика на московском кинофестивале и потом ему дали тоже высоко очень оценили на ежегодные премии гильдии киноведов и кинокритиков наша профессиональная российская премия вот это очень простая мелодрама и вот такие работы какие еще можно например фильмы назвать если даже больше конкретики Микулай вот еще да можно этот фильм Микулай это режиссер Ильшат Рахимбай фильм от 2022 года вот это фильм там очень много этнографических мотивов там потому что события происходят в небольшое такая этнос небольшая группа живет татарского населения которое в то же время это не татары они не мусульмане они православные ну вот мы тоже с ними смотрели и вообще с коллегами разговаривали то есть этот фильм он не пошел на международный фестиваль только потому что сейчас нет доступа а так он вполне мог бы быть показан на каких-то небольших кинопестивалях совершенно спокойно вот если говорить по таким работам то есть в принципе таких политических картин вот на московском кинофестивале как-то особо не было хотя государственные кинематографии конечно они пытаются снимать и вообще поскольку мы работаем в Афгике то нам постоянно приходят различные документы которые мы анализируем какие-то спешим экспертизы проводим и конечно фильмы которые государство финансирует они конечно патриотический характер носят вот а вот там где есть возможность как-то проявить авторские вещи независимость то есть первое у нас появляются такие как бы народные народные драмы что называется это вот например были были у нас уже были такие российские картины облако рай например особенности национальной охоты это так называемое зрительское кино которое для всех возрастов и так далее оно не связано ни с политикой ни с какими-то социальными тенденциями ну вот то есть такие картины популярны и в то же время вот определенный все-таки объем картины такие как Николай например Рихенбея они все равно сохраняются то есть там и разные это экзистенциальные мотивы могут быть и драмы и так далее вот они есть их меньше стало конечно сейчас потому что режиссерам тяжело искать финансирование но они есть так что касается сейчас состояния у нас кинопроизводство но и у нас глубокий кризис к сожалению то есть это понятно поэтому то есть имеет место и пиратский кинематограф потому что фильмы Аватар о которых Нина говорила они идут как бы это сказать неофициально в панитеатрах то есть их можно смотреть но их нет вот естественно ну вообще если поговорить про зрительские картины то тут Чебурашка вот эта картина сейчас я даже просто на демонстрацию покажу секундочку вот она анимационная картина она очень очень простая действительно Нина тоже правильно совершенно говорит что она сделана в общем по таким американским лекалам эта картина там и так далее но при этом здесь есть образы которые многим старшему поколению знакомы Чебурашка Крокодил Гена все персонажи из анимации вот и вот эта определенная преемственность между поколениями она конечно есть и за счет этого такое зрительское кино для широкой аудитории оно оказывается сейчас очень популярным действительно таких картин сейчас очень много у нас выпускается вот это вот такой-то импорт замещения в отсутствие как бы картин вот поэтому что касается таких тенденций повторюсь вот по поводу фестивального кино то есть они есть их очень мало сейчас стало вот поэтому все-таки сейчас постоянно возникает проблема по когда нужно набрать картины на фестивале тоже сейчас с коллегами общаемся обсуждаем эти вопросы сложно просто наполнить какой-либо фестиваль вот картинами ну вот если опять-таки московский фестиваль чем он наполнялся он наполнялся китайскими картинами так сказать наши новые друзья да и индийскими картинами африканские еще африканские картины да да вот и качество тоже очень-очень разное есть вполне приличные действительно картины то есть идет зрительское кино и такое для фестиваля фестивального кино Но там уже по-разному. Потому что из международных жюри, например, на Московском кинофестивале, сейчас Фипрессия, его нет. Но есть Недпак, например. Они присутствуют. Поэтому поскольку азиатские регионы, у нас азиатские картины часто сейчас стали появляться. Вот такие тенденции у нас. Спасибо, спасибо большое. Дорогие участники конференции, наша конференция подошла к концу. Всем огромнейшее спасибо за участие и большая-большая благодарность докладчикам за очень интересные темы, которые сегодня были раскрыты. И будем надеяться, что это не последняя наша встреча. И у нас будут еще поводы для того, чтобы организовать еще и еще конференции на такую интересную тему, как кинематограф. И на связь кинематографа двух стран, Италии и России. Я еще добавлю буквально пару слов. Спасибо. Совсем забыл сказать. Мы проводим 21 февраля международную онлайн-конференцию «Образоэкранной культуры». Вот я ее отправил в чат, ссылку на сайт. Эта конференция включает широкий спектр вопросов, посвященных, связанных с историей кино, архивными исследованиями, культурными связями российского, советского кино с другими странами. Это пригласить к участию, уважаемые коллеги, если у вас возникнут интересующие вас темы, доклады. Будем очень рады вас видеть 21 февраля. И также хотел сказать, что... У нас заявлено несколько уже итальянских докладчиков. Да, одна девушка из Милана. Рабочий язык итальянский у нас. Рабочий, да. Русский, английский, итальянский. Одна девушка из Милана будет рассказывать о... Из Урбина. Из Урбина, да. Она будет рассказывать о жертвоприношении Тарковского, занимаясь исследованиями. Вот одну из версий сценария нашла как раз. И также хотел сказать, что по поводу нашего журнала Телекинет, благодаря стараниям Артура, мы очень много за последние несколько лет опубликовали очень интересных материалов и связанных с историей итальянского кино, и культурных связей России и Италии. Также в журнале вышло много достаточно материалов у нас про Тарковского. Ценарий – это лишь одна из историй, потому что мы опубликовали ряд других работ по съемкам различных фильмов Тарковского, воспоминания о съемках, ну и так далее. Очень интересно. Мы очень рады будем опять-таки... Наш журнал входит в «Додж», и мы публикуем, принимаем статьи зарубежных авторов на русском языке. Поэтому, если у вас будет интерес, мы с удовольствием опубликуем ваши материалы. Если вам будет интересно, так же мы их отредактируем. Очень хорошее дополнение, уважаемый Максим, потому что сразу появилось в голове много идей, и даже идей к статьям и докладам. Большая просьба – пришлите, пожалуйста, по имейлу еще раз приглашение на эту конференцию 21 февраля, чтобы мы могли ее тоже распространить среди наших друзей. Потому что я не уверена, что я смогу из чата сейчас скопировать. Конечно, конечно. Присылайте, пожалуйста, нам всю информацию. Будем очень рады. И мы тоже будем, конечно, присылать вам информацию. Мы со своей стороны с севера Италии. И Антонио Луиджи из Няполя, с юга, со знойного юга Италии. Большое спасибо. Большое спасибо. Будем на связи. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. На этом мы закрываем конференцию. Всем хорошего вечера. На добром вечера. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...